МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире ПАДИИ на телеканале ЛОД в студии Юлия Бетимерова. Сегодня в выпуске. Президент Порошенко прилетел в Северодонецк. Он представил нового руководителя Луганской областной военно-гражданской администрации Георгия Туку. Соответствующий указ президент публично подписал на сцене Дворца химиков. Год мирной жизни. Торжества в городах Попасное и Рубежное. О ситуации на линии разграничений информация спикера АТО в Луганской области. Сегодня в Северодонецк прилетел президент Украины Петр Порошенко. Во Дворце химиков он встретился с активом области, поздравил северодончан с годовщиной освобождения от сепаратистов и представил руководителя областной военно-гражданской администрации. Им стал Георгий Тука. Почему, а также какие задачи ставит президент перед руководителем области, далее. Президент Украины Петро Порошенко. У Луганщины новый руководитель Георгий Тука. Перед тем, как его представить, гарант поздравил область с годовщиной освобождения ряда городов и сел и извинился. Я хотел бы перед вами вибачиться. Вибачиться за то, что вимушеный был забрати из Луганщины Геннадия Геннадьевича Мустояна. Давайте мы поаплодуем его. Вин был не просто керевником військово-цивільной администрации Луганщины. Он стал лидером. Лидером патріотичных сил Луганщины. И за то, что вы его так приняли, и за то, что вы его так поддержали, и за то, что Луганщина продемонстрировала, как это быть украинской Луганщины, я вам всем очень благодарен. Выбирал нового лидера украинской Луганщины президент Порошенко между бюрократом, предпринимателем и волонтером. До последнего дня соблюдалась официальная интрига. Указ о назначении президент подписал в Северодонецке. Указ о назначении президент подписал в Северодонецке. Указ о людях писали прямо зараз за вашу присутствие. Я чую, что в районе литвики в зале Луганщины принимают решение про призначение. Георгия Тупи, головой области Луганской, областной и гражданской администрации. АПЛОДИСМЕНТЫ Аплодисменты. 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 Побороть коррупцию с выдачей пропусков, искоренить контрабанду, особенно под акцизных товаров, и включиться в введение логистических центров на линии разграничения, где будут продавать продукты и лекарства по украинским ценам. Вот основные задачи для нового губернатора, поставленные президентом. А известный волонтер, бизнесмен-айтишник и координатор благотворительного фонда «Народный тыл» рассказал, с кем будет строить свою команду на государственной службе. В конце встречи с активом области президент Украины вручил государственные награды военным и волонтерам и вместе с залом спел гимн Акапелла. Глава державы принял участие в открытии памятника генерал-майору нацгвардии Александру Радиевскому. Он руководил воинской частью, которая освободила Северодонецк от сепаратистов. Лисичанский комбриг вместе с 25-й воздушно-десантной бригадой попал в засаду боевиков и погиб. «Самое интересное, он погиб в день моего рождения, завтра у меня день рождения. Я как бы прочувствовал, что мы каким-то образом с ним связаны. Как принято у нас говорить, герой не умирает. Это был светлый человек, даже вот здесь, на улицах вашего города. А люди с благодарностью вспоминают скомпом в горле о том, чтобы не верить, какой был человек. И, в общем-то, наступил тот вот мир долгожданный для города, и люди вздохнули спокойно. Вы знаете, поскольку мы криворожане, нам очень приятно о том, чтобы не говорить, как бы мы теперь связаны». В честь годовщины мирной жизни в Попасной в городе чествовали бойцов-освободителей, открыли памятный знак и помянули погибших. 22 июля 2014 года над всеми административными зданиями Попасной подняты государственные флаги Украины. На территории Свято-Николаевского храма бойцов батальона «Донбасс», принимавших участие в освобождении города и жителей, поздравил руководитель районной военно-гражданской администрации. «Все мероприятие – это дань уважения тем погибшим мирным жителям нашего города и района, тем погибшим бойцам, которые принимали участие в освобождении нашего города. Честь им и хвала». Здесь же у Свято-Николаевского храма открыли памятный знак погибшим мирным жителям и военнослужащим, отдавшим свою жизнь в зоне антитеррористической операции. Во время оккупации погибли 45 мирных жителей. День освобождения города младший сержант батальона «Донбасс» Виталий Аверин никогда не забудет. Это был первый боевой выход после приезда в зону АТО, говорит Виталий. «Была команда освободить город Попасное от боевиков. Нас было 68 человек. По данным разведки, смешников, нам сказали, что там где-то человек, где-то 40. Но оказалось там 300 человек. Вели бой непосредственно с постом при входе в город. Ну и когда мы зашли, нас взяли в кольцо и начали просто расстреливать. Все снайпера лупили четко в голову. Попасное останется всегда в наших сердцах, в нашей голове. То есть это был наш первый бой». Трое бойцов батальона «Донбасс» погибли от снайперского огня при освобождении города. В их честь возле 20-го блокпоста установлен мемориал, которому возложили цветы. Попасня неблагодарны освободителям и надеются на восстановление мира на Донбассе. Наемники так называемой ЛНР обстреляли Мироновскую дамбу. Два села может затопить. А в самопровозглашенной республике режут на металл еще один завод. Против повышения налогов и арендной платы бастуют рыночники Луганска. Об этом в нашем обзоре. Наемники самопровозглашенной ЛНР продолжают воздушную разведку наших позиций. В темное время суток зафиксировано два пролета беспилотников. После боевики начали обстреливать районы населенных пунктов Троицкая, Старая Дар, Золотое и Станица Луганская. Террористы незаконных вооруженных формирований продолжают использовать минометы, гранатометы и стрелковое оружие. В Ровеньках режут на металл остатки завода телеоборудования «Квант». Как сообщает информатор LGUA, с территории закрытого много лет назад предприятия вывозят остатки металлоконструкции. По словам закрытого источника, говорится на сайте, металл с завода везут в российском направлении. Ранее сообщалось, что боевики в ДНР режут на металлолом центральную обогатительную фабрику в Горловке. Террористы ЛНР обязали все бюджетные организации на оккупированных территориях Луганской области заплатить за пользование коммунальными услугами. Об этом сообщает Луганский Радар. В частности, говорится, что если руководители таких бюджетных организаций не рассчитаются с долгами перед незаконной республикой до 1 августа 2015 года, то им грозятся отключить свет, газ и воду. Также местные жители сообщают, что в Луганске на центральном рынке бастуют торговцы. Люди не вышли на работу и отказались открывать прилавки из-за повышения арендной платы за место и больших налогов. Ну и это еще не все. Далее в выпуске вы узнаете о таком. 21 июля в Рубежном отпраздновали годовщину освобождения. Аграриям Луганщины некуда продавать выращенное зерно. 21 июля в Рубежном отпраздновали годовщину освобождения от незаконных формирований. В этот день вспомнили события прошлого лета имена освободителей, которые вернули государственный флаг Украины на законное место, отдали дань уважения погибшим. Празднование годовщины освобождения Рубежного началось возле памятного знака украинским военнослужащим Новоград-Волынской 30-й отдельной механизированной бригады, бойцы которой погибли под Рубежным. Всего год назад на этом месте шли кровопролитные бои. Во Дворце культуры состоялась волонтерская акция «Сердце туби Украину». Каждый желающий мог написать свои пожелания жителям города на синим или желтом бумажном сердце, а затем прикрепить его на стену. Все листочки образовали флаг Украины. В этот день многие вспоминали события прошлого года. Ровно год назад, когда освободили Рубежное, я сюда зашел с украинскими войсками, как уполномоченный штаба АТО. Основная задача это было налаживание мирной жизни и приведение коммуникации в порядок, потому что нужно было разминировать дороги, восстанавливать то, что было поломано, потому что реально не работали банки. В банкоматах не было денег, были проблемы, не работал тоже интернет. В холле Дворца культуры организовали выставку, где среди экспонатов были не только вышитые рушники, но и снаряды. А после там же состоялся концерт с участием творческих коллективов города. Жители рады, что город освободили. Для многих этот день стал настоящей памятной датой. Сегодняшний день для нас и для меня лично – это свято свободы, свято независимости. Я очень счастлива от того, что наше Рубежное освободилось и осталось в составе Украины. В благодарность за то, что бойцы АТО вернули в Рубежное мирную жизнь, секретарь Рубежанского городского совета Дмитрий Мухтаров пообещал, что улица Буденного будет переименована в улицу Житомирскую, ведь именно из этой области были погибшие в Рубежном военные. Хотя урожай собран только с половины площадей, отведенных под ранее зерновые и зернобобовые культуры, аграриям Луганщины некуда продавать выращенное зерно. Об этом говорят сами хлеборобы. Ни аграрный фонд, ни зернотрейдеры не хотят работать с нашим регионом. Луганские аграрии приступили к уборке ранних зерновых культур в срок. Как только первые тонны зерна были обмолочены, настроение у хлеборобов пропало. Причины две. Низкая закупочная цена и отсутствие заявок на закупку зерна от аграрного фонда. На сегодняшний день с нами, из Луганской области, с аграриями, ведь ни где не заключен ни один договор, ни на одном элеваторе. Аграрный фонд с нами договора не позаключал. Сегодня у нас будет вал 4 тысячи, 3 тысячи. Где нам сегодня девать? Я сегодня готова 1000-2000 тонн уже вывозить буду. Куда мне его девать? Куда мне вывозить? Григорий Кравченко, директор департамента агропромышленного развития, говорит, что в Луганской области закупочная цена на зерно самая низкая в Украине – 2900 гривен за тонну. Для сравнения, в Ивано-Франковской области пшеницу закупают по 3200. Топливо у нас есть, удобрения у нас тоже после уборки, все вносимо у нас есть, все, все запасы есть. Настроения нет, настроения нет, цена на пшеницу никакая. Если сегодня называют 2-3 класс пшеницы и называют цену 2600-2800, а аккумулятор сегодня на машину стоит от 3 до 4 тысяч, а то на селитре стоит 11 тысяч, какое может быть вообще настроение? В Аграрном фонде Украины утверждают, что не получали ни одной заявки от хлебороба в Луганщине. После того, как вопрос о государственных закупках был поднят в Министерстве агропромышленного комплекса, предложения от трейдеров появились, но цена на зерно упала еще больше. Поэтому луганские аграрии вынуждены самостоятельно искать зерно трейдеров в других регионах. При этом продавать хлеб ниже себестоимости они не спешат. На данный момент мы сейчас ложим на хранение свои склады и ждем, будем ждать более выгодной цены, потому что на данный момент пока цена не сильно радует. После уборки ранних зерновых аграриям предстоит следующая пассивная кампания. Ее объемы и качество напрямую зависят от выручки за выращенное в этом году. И о погоде на 24 июля. В Луганской области переменная облачность без осадков. Ночью и днем кратковременный дождь, утром местами сильный, местами гроза шквалы. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12-17 градусов, днем 28-33 градуса тепла. В Северодонецке ночью 13-15 градусов, днем 29-31 градус тепла. В Луганске температура ночью 15-17 градусов, днем 30-32 градуса тепла. На этом все. Самая свежая информация о событиях в Луганской области на сайте LOD LGUA и в новостях Радио Пульс. Обязательно встретимся на нашем канале. Я желаю вам только хороших новостей. Новости Луганской области Любимые передачи и новые проекты Мы снова с вами Радио Пульс Телеканал LOD LOD.LG.UA НИКОЛИ НИКОЛИ НЕ ЗНАЕШЬ ЧИЄ ЖИТЬЯ ПЕРЕВЕРНЕТСЯ НАСТУПНОЙ МИТІ МОЖЛИВО ЧУЖЕ А МОЖЛИВО ТВОЄ Я спортсменка. Ще я створю ляльки. На жаль, з новими тарифами грошей вже не вистачає. Я хочу оформити нову субсидію. А наші соціальні служби, на жаль, не пристосовані для людей з особливими потребами. Вже сьогодні для того, щоб оформити субсидії, не треба нікуди йти. Можна просто заповнити самостійно декларацію і бланк заяви і відправити до соціальної служби поштою.